Али, дзюдо это сложно? Ну, знаете, для кого-то сложно, а для меня нет, потому что я живу этим. Я люблю дзюдо. Я на фатаме отдыхаю. Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета дзюдо. С вами Роман Карасев. И сегодня я нахожусь в спортивном комплексе Чертаново, метро Южная, город Москва, где находится зал дзюдо, где проводят свои занятия Али, Алибели. И мы сейчас зайдем внутрь в этот зал. Итак, давайте пройдем внутрь, посмотрим, и там мы встретим сейчас главного человека, кто проводит здесь эти тренировки, а точнее Али. Итак, мы идем внутрь. Вот такой зал уютный. Очень хорошо все сделано. Есть много фотографий известных дзюдоистов из России, Азербайджана, Японии. Вот такой хороший зал. И мы сегодня проведем здесь занятия, а также сделаем небольшое интервью с Али, в котором он расскажет нам о себе и о клубе, в котором он проводит занятия. Вот это подрастающее поколение. Так, тебя зовут? Азиз. Азиз. А ты кто, дзюдоист, что ли? Сын и папа. Али, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня находимся у тебя в клубе, в Чертаново. Скажи, пожалуйста, давай начнем так, издалека. Ты с Азербайджаном и начал, я так слышал, тренировки свои именно в Азербайджане. Скажи, в каком году ты начал тренироваться и немного о своих первых тренерах. Вот мой первый тренер Ахад Рожаблей. Второй тренер Ахад Рожаблей. И Ахмеддин Рожаблей, последний тренер. Это известный клан тренеров, дзюдоистов, самбистов, династия такая, да, Рожаблей. Я начал заниматься с 7 лет. У нас в Азаре Пагиново, Али Бугар, занимался у Азербайджана Рожаблей. И вот первый раз он меня привел в дзюдо. Вот мне понравился. И начал заниматься, и до сих пор живой. Вы приехали в Москву и сразу же включились в процесс создания клуба. Как вообще это произошло, что вы здесь... Я на Азербайджан, на Шабловку ходил, там людей, там много судаистов, знакомых. Учился, в университет поступил. И на Азербайджане боролся. И потом начал помощником тренера работать. И так, так, и сам начал тренировать. Как давно вы открыли вот этот зал, в котором мы сейчас находимся? Такой уютный зал. Очень все сделано по науке. Прекрасные татами, прекрасное освещение. Когда этот зал вы открыли? Когда здесь начали проводить занятия? Это все я сам делал. Я в этом районе живу давно. И пришлось здесь искать себе. И спасибо руководству Московского спорта. Пошли навстречу. Мне дали, придастали зал. И вот то, что видите, я все сам своими руками здесь делал. И, как говорится, куда я иду, свои джигар-раканы. Потому что, когда мне говорят, увезил у тебя джигар-раканы, кимоно. Я, слушайте, каждому свое. Этого человека я больше всех уважаю. Потому что за счет его мы и кимоно одеваем. И его все. Как говорится, задумки. Да. Если из джигар-раканы. Кто может приходить в ваш клуб? Для кого он создан? Для детей или для взрослых? Или вообще не имеет значения? Для всех. У меня есть и детские тренировки. И юношки там ребята приходят. У нас летние сборы бывают. Там два-три раза. На горах. В Тибирде бывает. Потом Пятигорск, Кисловодск. В Новороссийске мы делали шикарную сбору недавно. Вот. Сотником Володе. У меня даже ветераны приходят. У них уже вечерний. Там начинается с половины девятого до десяти тренировок. Есть такие. Есть персональные тренировки. Али, дзюдо это сложно? Ну, знаете, для кого-то сложно. А для меня нет. Потому что я живу этим. Я люблю дзюдо. Я на хатаме отдыхаю. Я знаю, что у вас два сына тоже ходят на дзюдо. Вот это младший и еще старший. Скажите, вообще, как вы думаете, что дает дзюдо детям? Или что может дать дзюдо детям? Вы знаете, многие говорят, как бы, да если у тренера есть дисциплина, если правильно воспитывает, не главное там мышцы качать. Воспитывать надо. Дзюдо это воспитание. Перед тренировкой надо на тренировках тоже настраиваться, как японцы это делают. Не то, что пришел, просто позанимался, как попало, там, что показал тренировку, что не показал. Главное зависеть от тренировка. Что зависит? Тренировка все делает. Ребята, если мы работаем, давайте лучше работать. Если мы деньги получаем за это, мы должны чему-то научить детей. Если мы деньги берем, скажем, зарплата, да, не работаем, не показываем, не объясняем детям наши, как бы, знания, тогда это мы обманываем. Тогда это, я как мусульмане, это харам. Как бы, это деньги я не могу кормить своих детей, потому что это мне не положено. Я деньги получил, а ничего не отдал детям. Поэтому, если что-то беру, я должен отдать. Но я стараюсь два раза больше отдать, потому что это все наши дети. Вот так. Почему ты ходишь на дзюдо? Чтобы, чтобы научиться приемам. А может быть, ты ходишь на дзюдо, чтобы папе скучно не было? Чтобы быть чемпионом. Тебе или папе? Нет. А папа помогает тебе? А ты папе? А как ты ему помогаешь? Вы знаете, дзюдо такой вид спорта, здесь все есть. И, как сказать, и физическая подготовка, и акробатические упражнения, и броски, и самостраховка. Всем дзюдо! Все делают пол и пол. Руки, 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 руки. Колени касаются. Ручками право-лево. Все делают. Что я стану, по-другому? Продержите. Делайте, что может быть? Да, может быть, всё видно. Поживаем. Быстрее! Можно. Делаем. Вот так. По хладку ноги, братцы, все вместе. Готовы? Все. Ничего страшного, делаем. Помогай, помогай. Опа, вот. Раз, два, три. Иди захват возьми. Захват, делай бросок, давай. А захват не отпускай, да? А это здесь, сильно. Шаг, потом бросок. Ты с этой ногой сюда ставишь. Сюда. С этой ногой сюда? Нет. Подними. Вот сюда. Вот, да. Понял? Еще какой-нибудь. Иди. Нет. Это неправильно. Хорошо. Помогу не бросок. Хорошо. Отключи. Скажи передней. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вусал, здравствуйте. Мы сейчас находимся на тренировке у Али Бейли. Я знаю, что вы тоже с Азербайджана и скажите, вы тоже занимались дзюдо. Где именно, у кого? Сегодня, я смотрю, вы приводите на занятия свою дочку. Скажите, дзюдо и девочка, совместимо ли это? На ваш взгляд, это хорошо, когда девочка занимается таким, ну, вроде бы мужским видом единоборств, как борьба? Ну, она уже у нас лет 4 занимается чемпионами Евразии. У нее достаточно много медалей есть. Думаю, что партнер укрепить сперва, 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 сперва. В сперва, 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 сперва. И будем выступать уже по финальным уровням скоро. Ну, а почему именно вот она выбрала единоборство? Потому что вы этим занимались или потому что вы думаете, что это, ну, хорошо для девочки? Молодец. Ну, я думаю, что у нее талант есть. С первого дня она, как бы, ну, зашла в катание и начинала бороться. Я чувствовал, что у нее есть определенное... Ну, в крови это есть, как бы, да, гены, партнер Гераславиш, как говорится, поэтому... Но я думаю, что у нас все получится. И упорно занимаемся. Спасибо. Спасибо. Вот скажем. Вот. Движение вот сразу на колено. Сразу берем захват, ногу бросаем, взяли захват и то же самое мы тоже делаем. Кто понял? Кто покажет? Я. Лейла Буракман, покажите. Все, смотрим. Все. Все. Левая нога, левая рука. На себя соперника. Потом два. Правую руку. И голову отпускаем. Ясно? Вот скажем, вот, в соперник. Вот надо руку не отпускаем. Взяли захват. Все. Выходи. Это раз. Молодец. Раз. Дальше. Сверху. Какую руку берешь? Куча нога. А вот рука. И двух. По одному меняемся. Ясно? Натяк, что это такое? Давай, пробуй. Давай, Тимо. Готовы? Гриф. А че? Барусь. Давай. Покажи. Боремся. 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 Борьба. Че сказать. Давай, ты тоже поворачивай. Давай, давай. Ничего не. Пока не считай. Ничего не. Кого жьешь? Я же вставай. Вставай уже. Я сказал, сколько было. Ничего. Кто там просит? Ты просит. Ну ладно. Ну вот, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо», на этом мы заканчиваем наш репортаж, который мы вели из клуба дзюдо, который находится в спортивном комплексе Чертаново и где свои занятия проводит Али Али Бели. И если вы живете в этом районе, рядом с метро Южное, метро Чертановское, вы можете записываться и приходить в этот клуб. Рекомендую. Вы смотрели видеоканал «Планета дзюдо». С вами был Роман Карасин. До новых встреч. Продолжение следует.